Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, вы пишите, что не можете влюбиться. Для чего вам влюбиться? Чего бы вам этого хотеть? Ведь это то же самое, что хотеть написать, например, книгу. Но если человек хочет написать книгу, то вряд ли у него написать книгу получится, потому что это творческий процесс. Его хотеть нельзя. Желание этого процесса и, так, скажем, последующие действия направлены на реализацию этого процесса. Ну, я бы сказал, наверное, что обесценивают сам процесс. Я надеюсь, вы понимаете то, что я имею в виду сейчас. Поэтому так важно определить, почему вам, с чего бы вам хотелось бы влюбиться. Следующий момент. Вы говорите, что вы влюбчивы. Были влюбчивы. С чем это связано? Что вы были влюбчивы. Влюбчивость, не знаю, понимаете вы или нет, связано с определенным желанием человек. Когда, когда человек, в данном случае, вы чем-то нуждаетесь, появляется это самое влюбчивое. Но не нужно себя обманывать, на мой взгляд. А лучше проследить за своим чувством. Лучше проследить за своим чувством и посмотреть, что стоит за любовью. За влюблённым влюбчивостью. За влюбчивостью, простите. За влюбчивостью. Что стоит за влюбчивостью? Какая, быть может, потребность там находится? Это важно. Следующий момент. Вы пишите о том, что в определенный момент, по итогу определенного момента, вы влюблялся перестал. Ну, хочется, конечно, здесь рассмотреть такой аспект, как, например, что произошло? Что произошло у вас такого, ну, в вашем опыте? Что вы перестали влюбляться? Что вы перестали влюбляться? Что вы перестали влюбленным опытом? Точнее, с тем, как этот опыт мог повлиять? На вас нужно разобраться. Поиследовав его, этот самый опыт, мы можем прийти к тому, что лежит в основе того, что вы сейчас не влюблены. Не влюбляет, не можете влюбить. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить вам ваше внимание. Вы пишите о том, что, значит, нет ни симпатии, когда вы общаетесь и знакомитесь с парнями, ни влечения, ничего. Вот какие у вас основания для знакомства с парнями? То есть, что служит, так сказать, фундаментом? Что служит основой для вашего знакомства с мужчинами? Как вы их видите, мужчин? В каком кличе и контексте? Видите ли вы их, как своих партнеров по, например, реализации своих важных жизненных целей и задач? Видите ли вы их, как те, кто что-то вам должен, как те, кто может вам что-то дать? Как тех, от кого вы можете что-то для себя получить? И так далее. Это очень важные моменты, потому что там напрямую влияют на то, как вы взаимодействуете с людьми. Какие отношения вы ждете и ждете ли вы вообще, а если ждете, то чего вы ждете? Так далее. Это очень важный момент в данной ситуации. Следующий момент. Следующий момент. Просто общаемся как с человеком, пишите вы. А вы считаете, что это плохо? Общаться просто как с человеком? Или, может быть, вам этого мало, но если мало, то подумайте, почему? Подумайте, чем? Чем это волнуло для вас? Как получается, что вам этого мало? Чего вам не хватает? То есть, обратить основное внимание вам здесь нужно именно, что на свою потребностную сферу. что вы хотите влюбиться, но из-за чего вы хотите влюбиться? И что вам нужно, что вы пытаетесь достичь через свое стремление влюбиться? И так ли нужен вам для этого человек? Вот эти вопросы необходимо проработать, чтобы вы, ну, скажем так, не испытывали подобных проблем, а сами отношения воспринимали куда более простым, спонтанным, я не побоюсь этого слова, или, может быть, даже о легком ключе. Легком-легком в том смысле, что ненавязчивым, ненапряжным, недовязчивым на, например, вас и так далее. Хочу, чтобы вы, ну, хочу, чтобы вы правильно меня поняли, не хочу, чтобы вы подумали, что я пытаюсь объяснить то, что вы, ну, то, в чем вынуждаетесь, скажем так. Вот. Примерно такой ответ я могу вам дать. Ну, я очень надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok